С днём Андрея! С днём Ангела, дорогие именинники! Книга «Деяния апостолов» рассказывает нам о том, что когда Дух Святой сошёл на апостолов, собранных в одном месте, ожидавших его пришествия, они, исполнившись благодати, были похожи на людей, как казалось окружающим, напившихся сладкого вина. Они были дерзновенные, смелы. И вот эта схожесть действия Духа Святого с действием такого доброго, весёлого опьянения нам сегодня чрезвычайно интересна. Многие богословы говорят о том, что Божественный Дух, Божественные слова, идеи, движение души рождают в человеке некое в добром смысле блаженное опьянение. А сегодня мы празднуем память святого человека, имя которого прочно связано с виноградной лозой и с виноделием. Его звали Дионисий, а это имя традиционно имя Бога виноделия. А речь идёт о Дионисии Ариопагите, святом священномученике, человеке, жившем в апостольскую эпоху. Он был одним из тех, кто носил в душе огонь и жажду знаний. С этой жаждой он постигал философские науки, искал окончательного, твёрдого, непременного смысла жизни. С этим же желанием изучал астрономию и уехал в Египет, где изучал ход небесных светил. Вот там, в Египте, Дионисий был очевидцем солнечного затмения, которое произошло на всей земле, как говорит Евангелие, когда страдал на кресте Господь Иисус Христос. В это время Дионисий сказал, или Бог страждет, или миру этому пришёл конец. Впоследствии он пришёл из Египта, из Илиополя, в Афины, где жил некоторое время, и за мудрость и почтенные знания его, почтенное поведение его избрали в члены Ариопага, то есть высшего совета, которым управлялся город Афины. Придя в Афины, апостол Павел проповедовал в Ариопаге, и там его среди прочих слушал Дионисий Ариопагит. Он стал учеником апостола Павла, его спутником. Многое от него слышал и знал. Впоследствии по любви ко Христу предвидел путешествие к Божьей Матери, посетил её в Палестине, видел её и оставил нам прекрасное описание этого пришествия к Богоматери и описание её внешности, внешнего вида и тех чувств, которые пережила его душа при встрече с той, которая родила Сына Божия. Святой Дионисий Ариопагит проповедовал Евангелие в окрестностях и в пределах нынешних стран Испании, Германии и Франции. Он был очень почитаем во Франции в средние века и закончил свою жизнь он в Европе, как раз так же в Галлии. Там ему отсекли голову, причём после отсечения главы Дионисий взял её в руки, прошёл изрядное число шагов до небольшого храма, где совершались службы, и там уже умер, окончательно упокоился. В церкви Дионисий Ариопагит известен тем, что он написал несколько выдающихся книг, лёгших в основу православного богословия. Эти книги называются о божественных именах, о небесной иерархии, о церковной иерархии, в которых он раскрывает учения на основании священного писания об ангельском мире, о девяти ангельских чинах, о том, как преемственно от низшего к высшему восходят ангельские умы к разумению Бога. Потом книга о церковной иерархии, как бы копируя эту мысль, говорит о том, что церковная иерархия на земле есть некое подобие небесной ангельской иерархии и смысл иерархичности в постепенном очищении, освящении и восхождении человека к зрению, созерцанию Святой Троицы. Эти труды переписывались, изучались, на них написано много толкований, их неизбежно читает всякий человек, посвятивший себе изучению христианского богословия. Мы сегодня рады поздравить всех носящих имя Дионисий. В нашей традиции оно звучит как Денис. Оно полюбилось многим, и мы часто называем так наших малышей. Присутствует оно в каждой христианской стране, и по-разному выговариваясь, все-таки имя Дионисия живет в христианских странах. А кроме Дионисия мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела Агафангела, Ивана и Исихия. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова